Друзья, всем привет! Сёрфер Безилики Девианты и сразу о главном и громком отставка Авакова и что она означает. Потому что мне пишут, все там звонят, спрашивают, что происходит и я дам свою версию происходящего, как я понимаю, процесса. Ну, несколько ключевых причин, почему отставка Авакова состоялась. Первое, это то, что для Зеленского и его команды, ну, то есть его ближайшего окружения, Аваков был, ну, не то что чужеродным элементом, но он всё-таки был не своим. Он был союзником по неволе, союзником ключевым, который позволил Зеленскому победить в 2019 году. Потому что без поддержки Авакова и полиции, конечно же, никакой победы бы Зеленского не было. И, конечно же, Зеленский это прекрасно понимает и понимал. И именно поэтому он так долго сохранял возможность вот этого для Авакова быть министром внутренних дел. Несмотря там на дело Шеремета, несмотря на все фейлы, скандалы там и общую токсичность Наршина Борисовича, которая есть, существует и грех её отрицать. Вот. То есть, первая составляющая. Для команды Зеленского получение полноценной субъектности, как они его понимают, невозможно было без смещения Авакова. И поэтому на протяжении последних месяцев, полугода, наверное, этот вопрос постоянно муссировался, постоянно возникал и фигурировал в новостных лентах. Вторая составляющая. Внешнеполитическая. Аваков является одной из ключевых фигур, которая, ну, в общем-то, всячески противилась тому, что было прописано в Минске. И, ну, он, в общем-то, это и не скрывал. И поэтому Арсен Борисович там придумывал свои планы, там, предлагал свои планы. Помните, там, по Донбассу, как нам вернуть Ордло. Там, помните, было такой момент, там, поэтапное такое возвращение, когда там сначала в один город заходит, потом в другой. Растянутое, короче говоря, это все во времени. Ну, то есть, понятно было, что это нереально все. Ну, это была такая попытка со стороны Авакова показать, что, ну, есть некие альтернативные взгляды на то, как можно играть вне Минска. Что может быть альтернативой Минска, либо дополнением Минску, там, и так далее, и так далее, и так далее. Но ключевое заключается в том, что Аваков для наших западных союзников, прежде всего, для американцев, он был тем человеком, который четко себя позиционировал, как, ну, скажем, гарантия того, что русский мир сюда не будет заходить. И этим он был ценен для Вашингтона, на этом он строил свою игру Аваков, то есть, возможность прямых выходов на ключевых игроков в Вашингтоне, конечно же, была очень сильной позицией Арсена Борисовича во внутриполитическом раскладе. Плюс его особые отношения с Италией, с Францией, вот эти все контракты, которые Украина позаключала, допустим, с Францией, это все давало тоже такие хорошие позиции и среди европейской элиты, потому что, привязывая их экономически к себе, он тем самым, ну, в общем-то, тоже укреплял свои тылы и был интересным партнером в долгосрочном плане. Вот, но после того, как пришел к власти Байден и после того, как Байден встречался с Путиным и пошли эти все маневры относительно разрядки с россиянами, то, конечно же, такая позиция Авакова, она становится невыгодной для Вашингтона и невыгодной для европейцев. И то, что Зеленский вчера сказал по поводу того, что Украина там согласится на вот эту кластерную тему, которую предлагала Германия, да, это как раз указывает на то, что Минск будут пытаться имплементировать вот это в ближайшее время. И, естественно, нахождение Авакова во власти, ну, ставит под вопрос, ну, как бы, насколько это будет реалистично. Но, с другой стороны, я здесь сразу задаюсь вопросом, Аваков, он же контролировал улицу, а улицы очень боится Зеленский, потому что без Авакова, ну, они просто не знают, как собладать с этой стихией. Даже там, если несколько тысяч человек приходят под Банковую, то, ну, в общем-то, это всегда проблема. Вот, это всегда проблема. И Авакову удавалось очень хорошо играть на этих страхах, что при Порошенко, что при Зеленском, манипулировать ими и, соответственно, гарантировать свои позиции во властной системе. Вот, поэтому я задаюсь вопросом, если Аваков выбирается, то кто будет контролировать улицу? Ну, вопрос отнюдь не риторический, он ключевой с точки зрения понимания стабильности и вообще какой-то адекватности там минимальной, которую, если это слово можно применять относительно той ситуации, в которой сегодня находится Украина, то вот относительно того, насколько власть будет адекватна в своих силовых действиях, если приходит толпа на Банковую. Аваков научился очень хорошо вот эти вещи разруливать, создавать, разруливать и управлять ими. Как это мы видели на примере там тех же протестов Старненко, которые пустили под откос в конечном итоге и Старненко выпустили. Короче говоря, сами создали себе геморрой и потом его распутывали. И Арсен Борисович сыграл одну из ключевых ролей во всем этом. Так, потом еще один фактор, это, собственно говоря, усталость самого Авакова, потому что долгое нахождение во власти, больше семи лет, а учитывая опыт, который был при Ёщенко, там. Ну, короче говоря, Арсен Борисович – это зубр украинской политики. И вот эта общая тенденция, когда зубры украинской политики потихонечку начинают выбивать из игры, естественно, рано или поздно должна была коснуться его. И точно так же, как в свое время пришел черед Сан Саныча Мороза или Симоненко, или других политиков, которые сформировались и влияли на очень многие процессы, начиная с времен Кучмы, вот точно так же потихоньку сей черед вот и дошел и до Авакова. И поэтому, когда говорят о том, что Аваков там вернется в кресло премьера, ну, честно говоря, я не знаю, какая должна быть ситуация для того, чтобы Авакову позволили вернуться во власть еще в более сильной позиции. Потому что ситуация должна настолько напугать Зеленского для того, чтобы он согласился на премьерскую позицию Авакова, прекрасно понимая, что Арсен Борисович умеет выстраивать вертикаль власти, потому что, по сути, МВД оставалась последней более-менее дееспособной силовой вертикалью власти. Все остальное уже давным-давно развалилось. И поэтому очень многие задают вопрос, а что же будет после него. И появление Дениса Монастырского на посту министра, оно в этой логике отвечает на этот вопрос. Потому что Денис Монастырский, он был близок к Арсену Борисовичу. И, в общем-то, это ни для кого не секрет. И поэтому можно предположить, что, скажем так, Авакова, когда Авакова попросили уйти, ну, и попросили уйти в контексте нескольких процессов, как я уже сказал. Первый процесс – это то, что сейчас происходит и будет происходить вокруг Донбасса. Второе – это годовщина убийства Шереметы скоро приближается. Дело по-прежнему не раскрыто, застопорилось там. И для Зеленского это является таким внутренним вызовом, потому что он публично там давал всякие обязательства. И в свое время совершил ошибку, когда вышел на присылку вместе с Аваковым, когда закручивалась эта вся канитель вокруг Рифмастера и остальных людей, которых МВД задержало. Вот. И, ну, поэтому для Зеленского это был еще одним, как бы, таким фактором, мотивирующим осуществить эту замену с точки зрения символов. То есть, что, смотрите, мы обновляем власть. Если власть не справляется, то мы готовы обновляться и таким образом играть на таких символических вещах. Он их любит. Вот. Но ключевой вопрос заключается в том, насколько Авакову удастся сохранить контроль на ДВД после смены, замены его на Дениса Монастырского, потому что, ну, я знаю Дениса и, в принципе, представляю там его психотип, но я просто хорошо понимаю, что любая власть, она всегда приводит к изменению личности и изменению мотивации личности, ее интересов, поскольку, когда человек занимает высокий пост, то он объективно оказывается под очень серьезным давлением различных групп интересов, а тем более такая министерская должность, это реально одна из ключевых в стране. Это машина, это махина огромная, которая влияет на огромное количество процессов. И поэтому думать о том, что Аваков там 100% сохранит контроль над, дальше над вертикалью власти в МВД, ну, мне кажется, это было бы наивным. Вот. Мне кажется, вот так вот. Вот. Поэтому, конечно же, это такой большой сдвиг в украинской политике, я в одно время, то, по-моему, пару недель назад, а перед этим несколько месяцев назад, говорил о том, что Аваков является Аэцием, значит, Второй Украинской Республики. Ну, кто не знает историю, то мы напомним, что был такой, значит, полководец Аэцием, который на поздних этапах существования Римской империи, в середине V века, когда на Римскую империю наступали гунны, он оказался единственным жизнеспособным полководцем, который смог реорганизовать, точнее говоря, организовать подразвалившуюся римскую армию и повести ее в бой против гунов и нанести им поражение. Что не помешало потом ликвидировать Аэция, римская элития, но свою функцию он выполнил. Вот Арсений Борисович где-то находился вот в такой функциональной нише, да, то есть токсичный, с кучей головников всяких в МВД, с незавершенными реформами, но при этом управляемый, человек, который управлял своей вертикалью, у которого она была худо-бедно работающей на фоне там разводлившейся СБУ, ДБР там и прочих институтов, новых и старых там, которые есть в Украине. Вот, поэтому мы стоим на пороге каких-то очень серьезных изменений. Я вот вспоминаю 2012 год, когда Янукович поверил в свои силы и попер. Вот он начал разрушать тот олигархический консенсус, который привел к его власти в 2010 году, в 2009-2010 годах. Вот, и появление вот этих всех Арбузовых, Клименко, там, помните, были такие личности, младореформаторы их тогда называли, или семья, потому что они входили в орбиту Саши Януковича. Вот, оно знаменовало окончательный, окончательный разрыв вот этого старого олигархического консенсуса 2010 года и обострило конфликты внутри элиты, что было одной из ключевых, а может быть, самой ключевой причиной Майдана, потому что именно вот эти недовольные элиты, Веселёвочкина, Фирташа, там, и остальных, они, как бы, играли роль таких катализаторов процесса недовольства Януковичем, и всё это закончилось Майданом, поскольку накладывалось на объективно существующую там недовольство со стороны среднего класса там и других социальных групп. Вот, вот в этом плане эта ситуация мне напоминает то, что происходило в 2012 году, потому что Авако вложится как бы вот в логику, в аналогичную логику, которая была при Януковиче. Мы это обсуждали с Константином Бондаренко в нашем последнем интервью, я ссылочку поставлю. Вот, и соответственно сейчас прошло два года, и мы видим, как Зеленский тоже пытается переформатировать под себя систему, как разрушаются элементы того олигархического консенсуса, который образовался вокруг него после яркой победы 2019 года, и в связи с этим мы видели все эти санкции, все эти там дела против Медведчука, там всех остальных, Порошенко. и прочих там товарищей, которые мешали Зеленскому укрепить власть, либо являлись выгодными или являются выгодными целями, нанося удары по которым можно получать имиджевые выгодоприобретения, либо просто усиливать контроль над тем или иными кластерами власти, там экономики, там и так далее. Вот, это первая составляющая. вторая составляющая. То есть, если вот такой первый сценарий базовый, когда Зеленские сами начинают действовать в своем сценарном режиме, как они умеют, то это одна ситуация, которая на выходе может закончиться взрывом, потому потому что они слишком много плодят недовольных среди элиты прежде всего и плюс совершают ошибки на уровне принятия законов соответствующих, как то же самое 5600 и другие, которые бьют по бизнесу, поднимая цены на ЖКХ, тем самым расширяя социальную базу недовольства. И это на осень может выкристаллизировать очень серьезную ситуацию бунта. Ну, не бунта, но недовольство, как минимум, потому что бунт, я думаю, как раз может, катализатором бунта может являться имплементация Минска, то, чем я говорил раньше, потому что в этом случае пассионарная часть украинского общества, кто-то там с Порошенко, кто-то без Порошенко, но она может выйти объективно и накладываясь на эти экономические проблемы, это может создать серьезные предпосылки для социального взрыва. Вот, и второй сценарий, который тоже многих волнует, то есть насколько эта ставка была согласована со штатами, потому что Аваков встречался с Кентом, который прибыл вчера, Кент это исполняющий обязанности посла, фактически сейчас в Украине, вот, и фактически он вчера встретился, сегодня вот уже произошла отставка, да, и многие задаются вопросом, это связано с тем, что штаты дали ему какие-то гарантии, чтобы Арсен Борисович спокойно там сидел себе, писал мемуары, вот, ему объективно есть что вспомнить, вспомним то же самое интервью Масичук, который он давал, и, ну, в общем-то все, то есть, человек устал, в принципе, надоело ему, как бы, играть во все эти игры, все у него хорошо, почему бы и нет, тем более, если есть большие гарантии какие-то со стороны штатов, вот, и это будет, может быть, мощным аргументом, потому что так же, как такие гарантии были в свое время для Кучмы во времена помаранчевой революции, когда ему приехал Хавьер Соланов с Квасневским и на пальцах разложили почему лучше уйти, не цепляться за власть, почему лучше остаться с деньгами, а не с властью, вот, и вот в этой логике, что американцам понадобился уход для того, чтобы дальше решить вопрос имплементации Минска и внутри украинской власти не было вот таких вот противоречий, он тоже важен, принципиально важен, потому что в этом случае мы увидим, какую поддержку финансовую сможет получить Зеленский в обмен на имплементацию вот этой всей красоты, которая была прописана в Минских соглашениях, потому что таким образом они будут пытаться там подавить значит какое-то возможное недовольство, давать какие-то компенсаторы, Зеленский кстати во время встречи с Меркель тоже там что-то говорил о каких-то компенсаторах, но на самом деле я думаю, что если мы пойдем по пути размена украинского суверенитета на компенсаторы и на то, чтобы вернуть Донбасс там под дудку Путина там и получить его на условиях которые выгодны россиянам то мы повторим ровно точно такую же еще более трагичную ошибку когда мы сдавали ядерное оружие без каких-либо серьезных компенсаторов в обмен на 400 миллионов долларов поставки ядерного топлива из России и вот такие вещи не получив никаких серьезных юридических гарантий если Зеленский втянется в такую игру ну я не знаю я не думаю что какие-то компенсаторы со стороны американцев там позволят ему удержать ситуацию и русские в этом случае выигрывают по-любому потому что ухудшение ситуации открывает для них новые дополнительные возможности для того чтобы осуществлять все те вещи которые Путин прописал в своей последней статье вот поэтому впереди конечно же Зеленского ждут тяжелые времена ну придется думать головой придется принимать очень серьезные решения за которые придется нести очень серьезную ответственность и поэтому когда один из моих коллег сказал о том что ты не чувствуешь в воздухе запах выборов и бунта только я не знаю что будет раньше бунт или выборы то я ему сказал утвердительно что я чувствую именно этот запах и я не исключаю что они могут произойти одновременно ну вот такие вот первые выводы потому что пока это без инсайдов там каких-то без дальнейшей череды действий и логику которых позволит понять насколько я в своих догадках правы или нет но для меня ситуация выглядит вот приблизительно вот так так что подписывайтесь ставьте лайки обнимаем целуем до новых встреч они будут частыми потому что наша действительность всегда будет давать пищу до бурных и продолжительных размышлений пока до новых